Особое мнение на 101FM Должны некую оценку дать тому, что происходит сейчас на улицах Слава богу, сегодня плюсовая температура и на дорогах лед растаял Но то, что было ночью и вчера вечером, было страшно на самом деле У нас на сайте сейчас есть такая подборка мнений На улицу без соли не выходить, кировчане обсуждают гололед И люди делятся, ну в том числе лайфхаками, как передвигаться по нашим обледеневшим улицам И я вот честно говоря не очень понимаю, то ли не были опять готовы наши дорожники к тому, что произойдет К тому, что произошло уже вчера вечером, да То ли вот форс-мажор такой, ничего тут не поделать И невозможно это все сделать оперативно Обледеневшие тротуары до сих пор, между прочим Вы знаете, каждый эфир, который проходит зимой или осенью Эфир на студии Эхо Москвы начинается с вопроса Как добрались? Живы? Как добрались, как припарковались И что происходит с нашим городом с точки зрения уборки прилегающих территорий Дворовых территорий, улиц и тротуаров Ситуация не меняется из года в год Все то же самое, наши подрядчики опять не готовы Наша администрация опять не выполняет муниципальный заказ Не выполняет свой долг, ради чего получают заработную плату Алексей, ну был вечер, воскресенье Жители города падают на тротуарах и массовое обращение в травм больниц Более 40 человек, да Безусловно, администрация в данной ситуации опять не была готова Почему? Потому что из года в год, из месяца в месяц повторяется одна и та же история Каждый новый руководитель администрации города Кирова заявляет, что в этом году, этой зимой Обязательно будем покупать противогололедных реагентов, новых, современных, больше, чем в предыдущий год И будем уходить от песко-соляной смеси Ну вот Алексей, да, можно я просто пример приведу? Каждый год ситуация не меняется Как 2000 тонн покупали, так 2000 тонн и объем продолжается оставаться Подождите, вот в этом году, когда у нас был недавний переход через ноль В сторону похолодания после дождя, который лил первую половину дня Я очень боялась ехать домой на машине, но я должна вам сказать, я ехала и я удивлялась Потому что на дорогах не было ни наледи, ничего, на дорогах были лужи, на проезжей части, я имею в виду То есть все-таки, видимо, реагенты закупили и успели их просыпать Потому что работал Бионорд, противогололедный реагент, современный, эффективный, который борется в любую температуру И эффективно показывает на дорогах всей страны В данной ситуации каждый глава администрации обещает увеличить количество поставок этого продукта Но этого продукта больше не поставляется, и он расходуется очень быстро На дороге? Естественно А на тротуаре его уже не хватает? На тротуаре его уже не хватает и экономят всяческими способами И посыпают толстым слоем песко-соляной смеси И когда я вижу, что пешеходы старательно обходят ту грязь и жижу из песка Которую подрядчики высыпают на середину тротуара Становится смешно и, если честно, обидно, что вся эта грязь, она заносится в дома, в офисы Город и так у нас серый и непрезентабельный А с этой песко-соляной смесью он становится еще грязнее Поругаться поругались, а выход какой из ситуации? Выход самый банальный, самый простой Искать способы покупки новых реагентов Это мраморная крошка, это бионорд, это хлористый кальций и подобные им продукты Ни в коем случае не уходить на песко-соляную смесь Потому что этот продукт очень неэффективно работает до минус 11 градусов Плохо топит лед и снег и заносит грязь в жилые дома и офисы Оперативная реакция или неоперативная реакция вчера вечером в воскресенье Насколько это повод для критики? Или это повод, не знаю, посочувствовать просто представителям наших дорожных служб и наших подрядчиков? Я даже не знаю, какие комментарии по этому поводу оставлять Потому что, еще раз повторю, каждый месяц, каждый год одно и то же Подрядчики не справились, администрация разводит руками Грозит пальчиком этим подрядчикам и ситуация не меняется Но не только пальчиком, штрафами грозят Какие там штрафы? Там все штрафы от 2 миллиона рублей на весь сезон Поэтому там никаких нет штрафов более-менее солидных Поэтому и подрядчики балуются и продолжают работать в том ритме, в котором они привыкли работать То есть ужесточать? И зарабатывать деньги Ужесточать? Ну, безусловно, ужесточать контракты, ужесточать условия содержания дорог, ужесточать требования Закупать новую технику для наших городских подрядчиков, муниципальных того же города Ромостроя Мы говорим о том, что покупается техника, мы этой техники новой не видим С каждым годом, с каждым сезоном количество техники, выходящие на маршруты уличной дорожной сети, сокращается Где техника? Где она? Где тротуары? Где тротуарная специализированная техника? Где уличные дорожные парковые комплексы? То есть это же целая система, ей надо заниматься Если так пускать на самотек, разводить руками и говорить, весна придет, все растает Ну, мне кажется, неправильно Ну, подождите, еще зима не пришла пока Ладно, мы к дорожной теме еще вернемся и к уборке города тоже, только чуть попозже Давайте сейчас все-таки к полицовету Единой России Точнее, к конференции Единой России обратимся Которая была в пятницу 8 ноября Да, и информации уже много, и, собственно, мнений много Да, мы видим большое изменение, ну, такую кадровую ротацию процентов 20, наверное, да Выводов из состава полицовета, известных в Кирове Персон Ну, в частности, Валерия Крепостнова, да, Игоря Касьянова И заход других людей Заход других людей И уже много мнений по этому поводу От того, что меняется политическая структура внутри региона, да И какая-то просто чуть ли не смена власти происходит До того, что, в принципе, обычные люди, обычные жители города ничего не заметят А с точки зрения политических раскладов ничего не изменится Вот, когда я слушаю вопрос Будьте добры, прокомментируйте, пожалуйста, изменения в полицовете Единой России Так У меня это вызывает улыбку Почему? Потому что очень странно, что в нашем городе люди, которые так мало интересуются вообще политической жизнью Политическими движениями и партиями Постоянно спрашивают про то, как меняется Единая Россия Что в ней происходит, какие фигуры уходят, какие приходят Это всего лишь политическая партия Но это политическая партия достаточно сильная Изменения в политической структуре и в полицовете, мне кажется, даже не стоит особых комментариев Почему? Это я всего лишь вам свое особое мнение высказываю То есть вы же не каждый день обсуждаете, что происходит в каком-нибудь торговом центре на улице Упита Как там меняются арендаторы, кто заехал, кто приехал, как изменится общий расклад в этом торговом центре Снизятся ли там цены? Что вы, Алексей, как-то принижаете просто нашу Единой Россию Я просто говорю о том, что это всего лишь политическая партия Я в какое-то время достаточно давно, очень давно состоял в политическом совете Я прекрасно знаю, как там принимаются решения Что там, в принципе, от того, какие кандидатуры занимают членство в политическом совете В принципе, течение и направление работы всей политической машины никак не зависит Когда решения там принимаются за 15 минут до полицовета Когда в принципе не дают сказать и не дают высказать свою точку зрения по тому или иному вопросу Когда в 99% случаях голосование внутри полицовета проходит единогласно и за То есть там голосование против практически никогда не бывает То есть говорить о том, что да, поменялся там на 15-20% состав полицовета Видите ли, вся Единая Россия изменится Жить мы станем лучше, жить мы станем веселее Фракция Единой России в ЗАГС собрания будет работать куда более эффективно и так далее Этого не будет Да, это всего лишь один из комментариев Второй из комментариев Действительно видно, что происходит некая политическая турбулентность В том числе и в рядах Единой России Естественно, в том числе это связано со сменой вектора, курса, административного ресурса Губернатора Васильева, который становится секретарем Единой России Естественно, все прекрасно все понимают, что это так называемый этап подготовки к избирательной кампании 21-го года Ну естественно, когда все политические партии, все политические силы расчехляют свои пушки и готовятся к избирательной кампании В данном случае мы видим, что при такой ротации и смене политического совета, президиума политсовета Единой России Возможно усиление административного ресурса на всех предстоящих выборах Это первое Второе Видно, что местные теряют свои политические очки и свои политические амбиции Амбиции-то, может быть, они не теряют, положение свое теряют В году неместным политическим игрокам, которые появились только на политическом небосклоне нашего региона буквально совсем недавно Видно, как происходит некий конфликт элит, что не может не раздражать Москву Я часто разговариваю с представителями, скажем так, московской политической интеллигенции и элиты И часто вижу такие слова, что Кировская область какое-то время была в неком политическом застое И не было никаких элитных конфликтов политических, я имею в виду То сейчас эти конфликты начинают усиливаться Это явно раздражает Москву И явно не сработает на пользу в предстоящей избирательной кампании Это вот мое такое особое мнение То есть то, что произошло, это, на ваш взгляд, такая акция, я не знаю, усмирение, неусмирение Утешание, неутешание, там, наведение спокойствия и порядка внутри? Да наоборот, непорядка А наоборот, непорядка Такие телодвижения, такие резкие скачки Хоть и представители Единой России оправдываются, что ротация была плановая И президиум полицейства меняется планово в определенных квотах и процентах Но мне кажется, это слишком кардинальное решение для нашего Вятского политического болота И я думаю, что это еще будет аукаться тем авторам этих политических конструкций А кто авторы? Ну, так, я думаю, все мы прекрасно понимаем, кто авторы И эти авторы находятся в сером доме Ну, вот давайте еще поговорим вообще об этих политических перипетиях Давайте поговорим, да, после небольшого перерыва Особое мнение на 101FM Особое мнение Алексея Кузьмина, предпринимателя, депутата Кировской городской думы 5-го САЗОВа Мы сегодня слушаем, говорим об итогах конференции, региональной конференции Единой России Которая прошла 8 ноября Давайте еще поговорим немного об изменениях, говорит Алексей На этом мы шли на перерыв Итак, давайте еще поговорим об изменениях Вот те постоянно усиливающиеся конфликты, которые происходят в нашей региональной политике Они наводят на такую мысль, что вообще население, жители города Кирова, Кировской области Уже начинают уставать от этой внутриэлитарной, внутриполитической, внутриэкономической борьбы Алексей, я прошу прощения Мне кажется, люди обычные вообще не понимают, что где-то что-то происходит и какая-то борьба Потому что, по моим ощущениям, это где-то очень далеко от обычных людей происходит И как-то скрыто немножечко Я не знаю, насколько далеко это происходит, но все-таки люди все прекрасно видят и понимают И часто с этим сталкиваются, когда лесники в районах всю свою жизнь работали, иногда платили налоги Что значит «иногда»? Иногда, да, то есть действительно есть проблема с черными лесорубами Нанимали работников, от этих работников зависели семьи И тут им в одночасье приходят московские подрядчики и говорят Так, значит, вы рубили за такую цену, сейчас вы будете нам продавать Вы будете делать это же самое, с этими же самыми расходами, но продавать там по демпинговой цене Поэтому ситуация меняется, люди это видят, люди начинают от этого зависеть И людей уже начинает это все раздражать Я очень хочу, чтобы все-таки власть, которая находится в сером доме, в белом доме Серый дом – это правительство области, белый дом – это городская администрация Областная власть и городская власть Все-таки уже начали смотреть на людей, все-таки начали уже решать их проблемы А не как в гадюжнике находиться между собой, кусаться и цапаться Потому что один член правительства наезжает на другого, другой противостоит третьему Третий противостоит городской администрации и так далее, и так далее Это вот при пяти они накладывают отпечаток на всю политику и экономическую жизнь города и региона Мне кажется, уже прошло достаточно много времени для того, чтобы освоиться Для того, чтобы устаканиться и начинать все-таки решать свои прямые обязанности Это выполнение наказов избирателя, если мы говорим о депутатах Если мы говорим о бюджете, то это увеличение доходной части бюджета и так далее, и так далее Мне кажется, уже пора вернуться всем на землю И хватит воевать между собой Вы сказали о том, что та резкая смена структуры, которая произошла, вызовет недовольство Москвы Она уже вызывает естественное недовольство Москвы Это ощущается, об этом есть информация Какая? Ну, разная есть информация, есть и написанная, и устная, всякая есть информация И это вызывает раздражение Внутри элитарные конфликты в Кировской области вызывают раздражение Москвы Рано или поздно это аукнется Мы живем в таком государстве, в котором Москва принимает ключевое и последнее решение Алексей, как это может аукнуться? От того, как завязать шнурки до самых высоких кадровых назначений Я понимаю, у нас Владимир Владимирович Путин подключает воду в конкретные дома по конкретным адресам Мы это видим всегда раз в год в ходе прямой линии Как это может аукнуться? Вот я еще раз повторяю И на каких сферах жизни или на каких персонах? Очень много рычагов есть у Москвы, в том числе и любые кадровые рычаги находятся в Москве, не в Кировской области У нас каждый маломальский начальник маломальского отдела назначается по согласованию с Москвой Так, очень, конечно, тревожно, витиевато и не конкретно, честно говоря Потому что кадровые перестановки это такая штука, что может с самого верха начаться, а может и снизу откуда-то пойти Понятно, ну то есть для обычных людей все-таки то, что произошло в Единой России на региональном уровне Каким-то образом на жизнь обычных людей повлияет или пока нет? Я думаю, перипетии внутри партии, внутри Полицовета, если мы сейчас поднимаем вопрос о ротации Полицовета Единой России На людей это не повлияет Никак? Никак А когда будут выборы? Потому что это повлияет исключительно на внутри партийные расклады, внутри самой этой партии Это может повлиять на выборы, потому что, например, когда туда входит, когда в Полицовет входит член избирательной комиссии Заместитель председателя избирательной комиссии Кировской области Я вообще считаю это откровенным плевком во всю избирательную систему Кировской области Ну, неправильно, когда руководитель такого уровня избирательной комиссии входит в высший управляющий орган одной из политических партий Давайте тогда всех будем представлять политические партии в избирательной комиссии Давайте введем партийную систему распределения и партийное кадровое назначение Давайте членов правительства будут рекомендовать политические партии Давайте к этому придем Потому что если в одной политической партии находится и вводится руководитель избирательной комиссии То вся система выборов становится как-то, мягко говоря, непрозрачной И, безусловно, здесь при такой ротации, которую мы сейчас посмотрели в Полицейской области России Безусловно, будет усиливаться любой и всевозможный административный ресурс на предстоящих выборах И уже со всеми вытекающими отсюда последствиями Как бы мы ни боролись с применением административного ресурса в Кировской области Он с каждым годом только усиливается Алексей Кузьмин в нашей студии Мы продолжаем еще одну политически окрашенную новость прошлой недели Которая достаточно живое вызвала обсуждение в социальных сетях, в том числе и в эти выходные Это история с нашим конституционным судом, который, как это сказали там московские коллеги Запретил запрещать митинги Вот как-то так это было сказано Лишил региональной власти трех самых распространенных причин для отказа в проведении митинга Собрания, демонстрации, шествия или пикеты, пишите вы И вы расходитесь во мнении с предыдущим гостем моей программы Особое мнение Олегом Ткачевым, который считает, что решение, принятое конституционным судом Никак совершенно не повлияет на ситуацию с разрешением или неразрешением публичных акций на территории Кировской области Вы считаете, что возможно каким-то образом изменить региональное законодательство И должно это сделать для того, чтобы привести его в соответствие с федеральным Теперь уже по решению конституционного суда И чтобы климат, ну такой общественно-политический климат в Кировской области стал мягче Ну безусловно, логика господина Ткачева о том, что это никак не изменит ситуацию Вот внесение поправок в региональный закон никак не изменит ситуацию С точки зрения возможностей маневрировать городским и областным властям При отказе в проведении публичных мероприятий Логика все-таки есть какая? Что будут искать новые способы Например, выставка пожарной техники Демонстрация нового проекта Детские шарики для детского дома и так далее То есть всякие другие будут способы и лазейки изыскивать Но тем не менее, я считаю, что в цивилизованном мире, в цивилизованной стране Мы должны поступать следующим образом И есть такая цепочка, когда принимаются изменения в федеральном законодательстве В данном случае там Конституционный суд Это федеральное законодательство Есть такая цепочка, что региональное законодательство Приводится в соответствии с федеральными законами и законодательством И я считаю, что необходимо в ближайшее время, я думаю, что через фракцию, возможно, Справедливая Россия эта инициатива будет внесена в областной парламент, привести областной закон в соответствии с федеральным законодательством. И я думаю, что... Какие нормы оттуда надо убрать? Ну, я понимаю, что конкретно мы сейчас не скажем, что они регулируют. Они регулируют расстояние до социально значимых административных учреждений, они регулируют вообще проведение публичных мероприятий рядом с образовательными учреждениями, медицинскими учреждениями и так далее, и так далее. Конституционный суд своим решением сказал региональным властям всей страны, что эти причины это не поводы для того, чтобы отказывать в проведении публичных мероприятий. Я считаю, что та повестка, которая формируется сейчас, когда в регионах усиливается протестное настроение, когда люди начинают высказывать свою точку зрения не только на кухне, когда интернет пестрит и будоражит различной информацией и точками кипения различного формата, я считаю, что люди обязаны и хотят высказывать свою точку зрения публично, на улице, чтобы областные и городские, муниципальные власти слышали и видели чаяния этих людей, будь они позитивны или негативны. При этом люди должны иметь возможность сделать это законно, не нарушая правила игры, мирно. То есть вот то, что приписано у нас Конституцией, собственно говоря, это люди имеют право делать. Обращаю внимание, что там в том решении Конституционного суда, я сейчас дословную цитату, конечно, не приведу, но говорилось о том, что вообще региональные власти не должны чинить препятствий под надуманными предлогами для проведения мирных акций общественных, публичных каких-то. И вот здесь немножечко опасения насчет выставки пожарной техники, шариков, фонариков и всего остального несколько расходятся с решением Конституционного суда в том виде, в котором оно было оформлено и опубличено. И, собственно говоря, Олег Ткачев именно об этом и говорил. То есть он говорил, не надо радоваться, не надо радоваться и не надо считать, что это какое-то революционное решение, потому что механизмов действительно много. И вот история. Есть, с одной стороны, Конституционный суд и вот эта вот цитата, которая предписывает региональным властям всячески способствовать проведению митинга любыми инициаторами в рамках российского законодательства. А с другой стороны, есть вот эти вот опасения насчет выставки пожарной техники и всего остального. Я правильно понимаю, что вот эта вот история, она непобедима, так скажем. То есть невозможно все-таки обязать власти способствовать проведению публичных акций. В любом месте. Ну, безусловно, у нас лазеек всегда масса и во всем. Их будут искать? Их будут искать, безусловно, да. Если не понравится властям тема митинга или те лозунги, которые будут заявлены на этот митинг. Ну, или место проведения. Безусловно, власти областные или муниципальные будут искать всевозможные поводы и лазейки. Но я считаю, что в данном случае мы должны иметь законодательное законодательство регионально, приведенное в соответствии с федеральным. В данном случае необходимо относить поправки. Ну, хорошо. Будем надеяться на то, что депутаты нашего законодательного собрания в ближайшее время этим вопросом обеспокоятся. Алексей Кузьмин в нашей студии. Предприниматель, депутат Кировской гордумы 5-го созыва. Мы сейчас уходим на полторы минуты рекламы и вернемся в студию уже с другими темами. Особое мнение на 101FM Да, действительно, эта программа «Особое мнение». Сегодня это особое мнение Алексея Кузьмина, предпринимателя депутата Кировской городской думы 5-го созыва. Но мы возвращаемся к транспортной теме, собственно говоря, к дорожной теме, как и обещали. И я хотела попросить Алексея прокомментировать итоги нашего сегодняшнего первого часа дневного разворота. У нас были общественники в гостях, и мы говорили о новых аукционах на пассажирские перевозки, которые пройдут вот фактически уже в начале декабря. И, собственно, там 4 крупных лота, все маршруты городского транспорта разделили между этими 4 лотами. И пока, вот по ощущениям общественников, этим мы закончили эфир, да, все-таки стоимость проезда в Кирове вырастет. Вот разные называются цифры, но вот средняя такая там 25-26 рублей, примерно так. При этом на прошлой неделе, как только появилась информация о вот этих новых аукционах, было заявление главы города Кирова Елены Васильевны Ковалевой, и она сказала, что наконец-то, наконец-то жители пригородных районов, ну, административно это Киров, Русская, Бахта и прочие, будут ездить в город все-таки по той же самой цене, по которой ездят все остальные кировчане. Это была большая несправедливость, правда, да, здесь платили 22 рубля, а люди платили по какому-то непонятному там пригородному, что ли, тарифу, и у них проезд выходил дороже раза в два примерно. Вот теперь эта история изменится, и многие очень эксперты, собственно, говорят, что вот это повышение предстоящее, которое нам обещают, оно как раз с этим и связано, ну, в том числе, да, с тем, что за счет всех нас, тех, кто живет в центре города, это будут, ну, некоторым образом, там, я не знаю, сглажены расходы перевозчиков вот на это длинное плечо в пригородные районы. На ваш взгляд, Алексей, насколько это справедливо, только ли это является причиной, и в целом, что вы можете сказать по четырем лотам и тому, почему контракт заключается всего на год? — Насчет справедливости перевозок наших пригородов, тех населенных пунктов, которые находятся в черте города, я считаю, что это абсолютно справедливо, что они ездят, будут ездить по одному и тому же тарифу с центром города. Это правильно, это нормально, это практика всех крупных городов, потому что, когда мы говорим о том, что они платят налог городской, например, какой-нибудь налог, сопоставимый с городским, а не сельской местностью, то и логично предположить, почему они должны платить стоимость переезда как в сельской местности межгородские какие-то перевозки. Я считаю, что это абсолютно нормально, это правильный подход. Вопрос второй. — За счет чего? — За счет чего? Мне кажется, необходимо не так формировать повестку дня, что давайте-ка мы повысим стоимость проезда для всех, чтобы подтянуть наши Ленгасова и Бахту, за которые радеют наши представители администрации. Мне кажется, неправильный подход. — Но это явно же не говорится, что мы поднимем стоимость проезда, чтобы снизить там. — Во-первых, это не говорится. Я считаю, что необходимо изыскивать другие источники финансирования, в том числе и в бюджете, и не обязательно говорить о том, что именно повышение тарифа должно лечь на плечи вот этим затратам и для компенсации перевозчикам. Это первое. Второе. Вообще, в то время, когда средние доходы населения падают катастрофически, когда покупательская способность снижается, вообще говорить о повышении чего-либо считается опасно, неприлично и экономически нецелесообразно. — Но топливо-то, Алексей, дорожает. — Это главный аргумент, который должен фигурировать в устах перевозчиков и администрации, которая является распорядителем, что дорожает топливо, дорожают запчасти, общее содержание автобусного и троллейбусного парка дорожает. — В конце концов, людям зарплату надо поднимать. — Людям надо поднимать зарплаты в соответствии с ростом индексации тарифов, заработных плат и так далее, и так далее. Вот это должны быть аргументы, но ни в коем случае за Бахты и Ленгасова давайте сейчас все жители города Кирова ополчаться на этих жителей, что, видите ли, они во всем виноваты. Это неправильный подход. Это переложить с одного плеча на другое. И мне кажется, в данном случае нужно тоже пойти навстречу перевозчикам, которые заявляют о вынужденных издержках в связи с ростом тарифов и обслуживания всего. И рассмотреть вопрос о повышении цены на проезд. — Да. До каких пределов нужно пойти навстречу? До какой суммы? — Вообще нужно мониторить ситуацию с ценообразованием в соседних регионах и в областных центрах. У нас есть очень много примеров таких же самых городов, областных центров, как и Киров. Необходимо посмотреть на них. Какой у них автопарк? Новый, старый? Какая численность автопарк? Сколько человек занятых там и так далее, и так далее. Исходя из этого, анализировать цену проезда. — Вам разумным повышение, Алексей, вам кажется, на сколько рублей? — Если мы говорим о том, что давайте к пальцам в небо на 2 рубля повысим, вы обоснуете, почему на 2. Вот в соседнем регионе, в Костроме, стоимость проезда 24 рубля. У нас сейчас 22 рубля. То есть давайте повысим до уровня Костромы, потому что у нас там, например, одинаковые города, одинаковый автопарк. Вот мы проанализировали их цифры. А пальцем в небо тыкать и говорить о том, что жители Бахты виноваты в том, что мы проезд повышаем, это неправильно. Это первое. Второе. Тот тендер, который... Четыре тендера. — Аукционы. Которые будут разыграны на автоперевозки, на пассажирские перевозки. Мне кажется, они носят, даже помягче сказать, больше политический характер, чем экономический. — Да ладно? Опять политика? — Да, опять политика здесь пришла. Мы видим, как сталкиваются интересы, как ведется борьба одних людей против других людей. И те применяют административный ресурс, чтобы этим досталось меньше. Здесь сейчас такая есть информация, что 30-40% уйдет к патовским. — Киров-пассажир-автотранс. — Киров-пассажир-автотрансу. Остаток останется у автотранспортного предприятия и же с ними. Кто-то с той группой управления взаимосвязан. То есть вот опять какой-то идет передел рынка в ущерб. И несмотря на население, на потребителей этих услуг. Лес у нас переделывается, пассажирские перевозки переделываются, дороги у нас уже почти переделались, какие-то ресурсы у нас переделываются, муниципальные предприятия каждый день переделываются. — Переделываются-то мы имеем в виду делятся. — Делятся. Я про это и говорю. Ладно бы это переделывали с точки зрения модернизации, строительства новой инфраструктуры, приходят инвестиции, откуда-то эти инвестиции будут вложены в производство, там еще что-нибудь. Вот именно происходит какой-то политико-экономический передел. Этим-этим, этому-этому-тому. Этот член правительства с этим членом правительства, этот против этого, этот против этого. — И скоро от яблочного пирога уже не останется ничего. — Где жители города Кирова, где население Кировской области, получатели всех этих благ, услуг и пользователи, и плательщики этих услуг? — Нет его, на ваш взгляд, населения, жителей? — Мне кажется, на сегодняшний день, уже сколько лет прошло, в Кировской области, вот этот вот какой-то ежедневный передел, вот эта вот внутриклановая какая-то борьба, о которой все, кому не лень, пишут и говорят, вот уже устали все от этих всех переделов. Вот уже пора вернуться на землю, выполнять свои обязанности по управлению регионом и городом. — Хорошо, Алексей, в таком случае у меня вопрос. Всего на год заключаются, отыгрываются вот эти вот лоты, всего на год. То есть через год мы к этому вопросу вернемся. Почему? — Ну, безусловно, я считаю, что... — То есть я правильно понимаю, что собираются возвращаться все-таки к некой там транспортной реформе, маршрутной реформе, еще чему-то? — Не знаю, к чему будут возвращаться, но мне кажется, неправильно разыгрывать такие аукционы на год. Я считаю, что аукцион должен быть не менее чем на три года, чтобы потенциальный участник этого аукциона знал на три года свою экономическую составляющую, планировал свою экономическую и финансовую деятельность, брал автобусы, троллейбусы в лизинг. — Может быть, это связано с планами создать единого перевозчика все-таки регионального, о которых говорит Василий? — Спрашивается, почему он не создан сейчас? — Ну, успели. — Зачем еще на год оттягивать этот вопрос? Хотя на всех уже уровнях все это согласовано, обсуждено, и уже даже скоро в публичные слушания уйдет. Но мне кажется, что надо как-то пооперативнее решать вопросы. Уже хватит делить рынок, уже пора заниматься управлением. Вот еще раз повторяю. — Пять минут у нас остается до финала программы, даже четыре, Алексей. И я бы хотела еще попросить вас прокомментировать историю с уходом-неуходом Евгения Лунева, главного кировского дорожника. В выходные появилась эта информация. Портал «Сву Кировский» озвучил сначала со ссылкой на свои источники, что Евгений Лунев уходит. И что, с одной стороны, вроде бы причиной могло стать то, что как раз не была принята вот та большая такая реформа маршрутной сети, о которой обсуждалась в том числе в этой студии. Вторая причина, которая называлась источниками портала, это недовольство, как я понимаю, работы Евгения Лунева со стороны его работодателя, то есть, видимо, главы администрации Ильи Шульгина. Но вот практически сразу же, через час-через два, информация получила опровержение. То есть Евгений Лунев сказал, что он уходить никуда не собирается. И вот эта вот история с тем, что наших всех людей, которые отвечают за какие-то критически важные, ответственные такие вот зоны, их время от времени спроваживают в отставку, а ещё они достаточно часто меняются. Эта история, она о чём говорит? Да, если честно, я уже устал перебирать и вспоминать эти фамилии. Кто где когда был. Кто где когда был, сколько месяцев, не лет, а месяцев продержался, проработал, какие цели он здесь выполнял, какие масштабные тендеры он разыгрывал, и уходил, подписывал контракт и уходил во свояси. Я уже устал собирать эти фамилии. Та кадровая чехарда, которая происходит в стенах Белого дома городской администрации, она вызывает лишь возмущение и оценку деятельности главы администрации. Но ведь видно, что в данном случае человек не может сформировать себе команду. Подождите, может быть вопрос как раз в другом. Эта команда работает крайне неэффективно. Алексей. К этой команде постоянно вызывают, возникают вопросы у всех. Так может быть, эта частая ротация, она с тем и связана, что пытаются найти лучше, 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 лучше. Сколько можно пытаться? Уже человек несколько лет находится на своем посту. Каждый месяц происходят какие-то кадровые скандальные отставки, уходы. Этот заявляет, что я никуда не уйду. Завтра он напишет заявление по собственному. Да подождите, может еще не напишет. Каждый год, каждый месяц. Я уж фамилии даже эти не запоминаю. Мало того, что они все не местные, мало того, что это все приходящие люди, которые пришли из бизнес-структур зарплатами в 200-300 тысяч рублей, пришли на зарплату в 55 тысяч рублей, и почему-то они заинтересованы эффективно работать. Зачем они сюда пришли? Вот возникает вопрос, зачем сюда приходят иногородние специалисты на такую низкую зарплату, на такой колоссальный фронт работ? Представьте, что такое дирекция дорожного и парковного хозяйства. Вызов, челлендж, Алексей. Да какой это челлендж? Ну это сказки для тех, кто тренинги всякие постоянно проводит. Никаких тут вызовов нет. Тут надо четко смотреть на те цели, задачи и на те инструменты, на которые садится этот специалист, и который проработав 8 месяцев, пишет заявление о собственном желании. Подождите, пока еще никто не написал. Да я не про Лунева говорю, я про те десятки людей, которые уже сменились в Белом доме. Ладно, я все-таки буду оптимистом в некотором смысле. Я буду считать, что ротация это признак того, что ищут лучших специалистов на те или иные должности. Я так думаю, что про бобров, к сожалению, на улице Луганской мы уже с вами не успеем. У нас остается буквально... А ничего у нас не остается, нам с вами надо прощаться. Вот, полминуты. Ну, бобры, с ними все хорошо. За ними теперь присматривают, и я надеюсь, что и улицу Луганскую не затопят, и бобры выживут. Благодарю Алексея Кузьмина, предпринимателя, депутата Кировской городской думы 5-го созыва. Программа «Особое мнение» на этом завершается. Спасибо, до свидания.